Альфа-Банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Том Бомбадил считается самым таинственным персонажем во всем Средиземье. Сегодня мы с вами проанализируем пять самых популярных теорий, сообщающих, кто он такой. Первонаперво давайте почитаем, что пишет о Томе Бомбадиле сам Толкин. Под этим именем персонажа знают хоббиты из бэкэнда. Бомбадил, как и многие другие имена хоббитов, никак не переводится. Однако у других народов Том известен под другими именами, которые вполне можно перевести. Эльфы Дунедайн зовут его синдеринским именем Ярвин Бен Адар, что означает «старец без отца», в то время как Ярвин дословно означает «старый молодой». Люди из долин Андуина и Рохана знают его под именем Оральд, что в переводе с Рахирика означает «очень старый». Среди гномов Том Бомбадил известен как Форн. В реальном древнескандинавском языке это слово означает «древний». Почти все версии имени намекают, что Том очень и очень стар. Сколько же ему лет? Давайте посмотрим, что говорит на этот счет сам Том, когда хоббиты заходят к нему в гости. И Фродо проговорил «Кто ты, господин?» Я переспросил Том, выпрямляясь, и глаза его засинели в полумраке. Ведь я уже сказал «назовитесь сами, без имен совсем одни, без других таких же». Но вы молоды, я стар. Том из древней были. Том земля и небеса здесь из древней были. Раньше рек, лесов и трав, прежде первых ливней, был здесь Том Бомбадил, и всегда здесь был он. До смыкания морей, эльфов возвращения, прежде первых королей, прежде всех у мертвей. До того, как в юный мир страх внес черный властелин. Кроме того, мы знаем, что Том, несмотря на свою таинственную природу, никогда не запирался от окружающего мира. Он знаком с фермером Мэготом, которого описывает как хоббита незаурядного ума и весьма уважает. Ноги его на земле, руки в глине, мудрость в костях, а оба глаза открыты. Знаком Бомбадил и с эльфами. Толкин пишет, что Гилдор каким-то образом сообщил Тому последние вести о Фродо, до того, как хоббиты прибыли в Старый лес. Стоит отметить, что единое кольцо действует на Тома Бомбадила иначе, нежели на других жителей Средиземья. Точнее сказать, вообще на него не действует. «Покажи мне вашу прелесть!» – велел он, прервая беседу, и Фродо к собственному изумлению, вдруг спокойно достал кольцо, снял с цепочки и протянул Тому. Оно словно бы увеличилось на его смуглой ладони. Том внезапно поднес его к глазу и рассмеялся. Странный вид мелькнул перед хоббитами, тревожный и смешной. Ярко-синий глаз в золотом ободке. Том надел кольцо на кончик мизинца и поднес его к свече. Поднес и поднес, но вдруг они ошарашенно ахнули. «Как же это?» – Том не исчез. Том снова рассмеялся и подкинул кольцо к потолку. Оно вспыхнуло и исчезло. Фродо вскрикнул, а Том с улыбкой наклонился к нему и вручил откуда-то взявшееся кольцо. Вскоре после этого Фродо решается убедиться, что Тома дал ему именно то самое кольцо, а не какое-нибудь другое. Он надевает кольцо и исчезает. А мы узнаем о Томе еще кое-что. Бомбадил видит невидимое. «Эй, Том!» – откликнул его Том, сверкнув ясными всевидящими глазами. «Давай сюда, ты куда собрался?» «Старый Том Бомбадил не слепой, как эти!» «Фродо, эй, снимай кольцо!» «Без него ты лучше!» «Не балуйся, подходи!» «Вам в дорогу завтра!» Том расскажет, как добраться побыстрее до тракта. «Слушайте внимательно, чтобы не плутать вам!» Ну а теперь рассмотрим теории и связанные с ними факты. Теория первая. Том Бомбадил – это Эру и Луватер. Признаюсь честно, эта теория пришлась мне по душе, хотя она, в общем-то, неправильная. Создатель всего сущего коротает время в Старом Лесу, ждет удобного момента для переделки мира, помогает тут и там, но особо не вмешивается и наблюдает за тем, как разворачивается история. Согласитесь, идея неплохая. Тут же стоит упомянуть, что Эру и Луватер, скорее всего, воскресил Гэндальфа. Вот бы тот удивился, узнав, что Эру все это время скрывался в Средиземье в обличии Тома Бомбадила. А еще Гэндальф провел у Бомбадила два года, и только потом уплыл на запад. Безусловно, первая теория делает этот исторический факт еще интереснее. «Прекрасная госпожа!» – немного погодя заговорил Фродо. «Скажи мне, если только мой вопрос не выглядит слишком глупым. Кто такой Том Бомбадил?» «Это он!» – ответила Золотинка, замерев на мгновение и улыбаясь. Фродо вопросительно глядел на нее. «Он, каким ты увидел его?» – сказала она в ответ на его взгляд. «Он хозяин леса, вот и холмов. Значит, весь этот странный край принадлежит ему?» «Конечно нет!» – ответила она, и улыбка ее угасла. «Это было бы поистине тяжкое бремя», – добавила она тихо, словно самой себе. «Деревья и травы, и все, что живет и растет здесь, принадлежат лишь самим себе. Том Бомбадил – хозяин. Никто не в силах поймать старого Тома, когда он гуляет в лесу, бредет по воде, взбирается на вершины холмов под светом и тенью. Он не боится. Том Бомбадил – хозяин». На вопрос Фродо, кто же все-таки такой Том Бомбадил, Золотинка отвечает, что он просто есть. В христианской религии Бог говорит о себе. «Аз есим сущий». Думаю, параллели очевидны. Все в том же христианстве Бог явился на землю и жил среди людей. Все знают, что Толкин был истовым католиком, так что параллели, которые мы проводим, никак нельзя назвать преувеличением. Тем не менее, прямым опровержением теории может служить письмо Толкина номер 181, в котором говорится, что в мифологии Средиземья нет воплощения единого, Господа, который остается вдали, за пределами мира, и напрямую доступен лишь для Валар. К слову, Том говорит, что не умеет управлять погодой, хотя Эру и Луватар наверняка мог бы делать это, если бы хотел. А эльфы из Ривенделла считают, что Том не выдержал бы атак Саурона, хотя Эру с легкостью бы дал отпор Темному Властелину, даже если у того было бы Единое Кольцо. Эру не подчиняется законам Вселенной, которую сам же и создал, так что теория, к большому сожалению, не верна. Теория вторая. Том Бомбадил, один из Валар. Вот еще одна любопытная теория, которая могла бы объяснить, почему Единое Кольцо не имеет власти над Томом Бомбадилом. Тем не менее, если сопоставить факты о Томе и Валар, тут же станет понятно, что с этой теорией не так. Прежде всего, мы знаем всех существующих Валар поименно, значит Том просто обязан быть одним из них. Самой подходящей кандидатурой кажется Вала Аулы, и если это так, выходит его жена Яванна, это Золотинка. Яванна, создательница растений, зверей и птиц, вполне могла бы оказаться Золотинкой, однако описание Тома как старца без отца, никак не соотносится с описанием Аулы. К тому же Аулы кузнец и не имеет той сильной связи с природой, что есть у Тома Бомбадила. Теория о том, что Том принадлежит к Валар, объясняет, почему Кольцо не имеет над ним власти, но не объясняет, почему Бомбадил вообще не интересуется Кольцом. На совете Эристар, Элранд и Гэндальф размышляют, не отдать ли Кольцо Бомбадилу, и Гэндальф четко указывает, что этого делать не стоит. Но я забыл о Бомбадиле, если это тот самый, кто бродил по лесам и холмам давным-давно, но уже тогда был древнее самой древности. Мы звали его Ярвайн Бен Адар, что значит старейший, не имеющий отца. Он странное существо, но быть может я зря не пригласил его на совет. Он не пришел бы, сказал Гэндальф. А если все же обратиться к нему и попросить о помощи, предложил Эристар. Ведь насколько я понял, он властен даже над Кольцом. Не совсем так, возразил Гэндальф. Точнее будет сказать, что над ним не властно Кольцо, он сам себе хозяин. Но ему не под силу не изменить Кольцо, не освободить его от власти других. Он замкнулся в своем заповедном крае, очертив видимые лишь ему границы. И сам их теперь никогда не переступает, ожидая, может быть, перемены дней. Однако внутри очерченных им границ он по-прежнему полноправный хозяин, уточнил Эристар. Тогда, быть может, он возьмет Кольцо на хранение, сделав навеки безвредным? По собственной воле не возьмет, сказал Гэндальф. А если и возьмет по просьбе всех свободных народов, то отнесется к нему как к пустой безделушке. Через несколько дней он забудет о нем, или, скорее всего, попросту выбросит. И он был бы очень ненадежным хранителем, а значит, Кольцо ему доверять нельзя. У меня есть еще пара аргументов, развенчивающих эту теорию. В частности, полное отсутствие интереса Тома к Кольцу. Если бы кто-то и мог распознать Единое Кольцо, так это знаменитый кузнец Валар Аулы. Не только по причине исключительных навыков, но и потому, что Саурен когда-то служил ему, и многому у него научился, в том числе и работе с кольцами. Кроме того, Аулы отправил в Средиземье Сарумана, чтобы тот помог свободным народам отразить угрозу. Сложно представить, что бывало, страстно желавший победить зло в Средиземье, не питал никакого интереса к Кольцу, от которого зависела судьба мира. На совете у Элронда мы узнаем, что бы случилось, если бы Том забрал Единое Кольцо себе. Да и в любом случае, заметил Галарфиндель, отослав ему Кольцо, мы только отсрочили бы День Поражения. Бомбадил далеко, мы не сможем пробраться к нему с Кольцом, чтобы ни один шпион не заметил и не догадался об этом. Но даже если и сможем, рано или поздно Властелину Колец станет известно о том, где оно, и он двинет всю свою мощь на Бомбадила. Выстоит ли он в этом единоборстве? Сомневаюсь. Я думаю, что под конец, когда все остальное покорится Черному Властелину, пойдет и Бомбадил последним, как был первым, и тогда опустится ночь. Я не знаю, Ярвайна, вмешался Галдор, хотя, конечно же, слышал о нем, но Гларфиндель, по-моему, совершенно прав. Сила, способная одолеть нашего врага, скрыта не в нем, разве что сама Земля обладает ею. Однако мы видели, что Саурон способен терзать и разрушать даже горы. Та сила, что еще осталась, пребывает с нами, здесь, в Эмладрисе, и с Кирданом, в Гаване, и в Лориене. Но хватит ли ее, чтобы дать отпор врагу, устоять перед последним натиском Саурона, когда все остальное падет? У меня не хватит, ответил Элранд, и у остальных тоже. Было бы странно, если бы Вала Аулы, владея кольцом, не смог бы отразить атаку Майя Саурона без кольца. Однако Гларфиндель, Галдор и Элранд, единогласно считают, что Том, владея кольцом, продержался бы дольше остальных, но все равно пал бы под натиском темного властелина. Примерно то же самое, можно сказать и о других Валар. Я видел версию, что Том и Золотинка, это охотника Рома и его жена Ванна, младшая сестра Яванны, ведающая Флорой и Фауной Средиземья. Эта пара, безусловно, имеет больше связи с природой, чем Аулы и Яванна, но с точки зрения логики, вновь выходит несостыковка. А Рома любит лошадей, собак и деревья, и частенько охотится на всяких монстров и злобных существ. А еще известно, что он ужасен в гневе. Том Бомбадил же, согласно Толкину, совершенно не похож на Мстительного Убийцу, и к тому же абсолютно не гневлив. Думаю, теорию о том, что Том на самом деле принадлежит к Валар, можно смело сбрасывать со счетов. Теория третья. Том Бомбадил, один из Майер. Вот еще одна привлекательная, но не выдерживающая критики теория. В мире Толкина Майер очень много, но лишь немногие известны нам поименно. К примеру, все балроги – это Майер, оскверненный Мелькором. Вполне возможно, Том один из безымянных Майер, верно? Майер уже жили в Средиземье и раньше. В первую эпоху Майя Мелиан вышла замуж за короля Тингала и стала королевой Дериата. После первой битвы за Белериант она установила на Дериатом магическую завесу, также известную как Пояс Мелиан. Эта завеса в какой-то степени напоминает защиту, установленную Томом Бомбадилом в Старом Лесу. Теория рушится, если взглянуть на других Майер. Во-первых, на них действует кольцо. Взять хотя бы Саурона или того же Гэндальфа. Саруман, узнав о кольце, тоже возжелал править Средиземьем. Гэндальф прямо говорит, что ему самому нельзя владеть кольцом, иначе произойдут жуткие вещи. А вот если кольцом завладеет Том, ничего страшного не случится. Во-вторых, Том вряд ли может быть одним из Майер, потому что он живет в Средиземье слишком долго. Старец без отца был в Средиземье до того, как в юный мир страх внес черный властелин. По черным властелинам, конечно же, имеется в виду Моргат. Валар и Майер, также известные как Айнур, помогли Эру сотворить вселенную, исполнив музыку Айнур. Но, как мы знаем по текстам Толкина, в частности Сильмариллиону, первыми созданиями Эру и Луватара, прибывшими в Средиземье, были Валар. Если Бомбадил первый и старейший оказался в Средиземье до темного властелина из числа Валар, он не может быть одним из Майер. Жалко, конечно, это была хорошая теория. Теория четвертая. Том Бомбадил – это музыка Айнур. Для начала давайте вспомним, что такое музыка Айнур. Музыка Айнур существовала до начала времен. Она появилась после того, как Эру и Луватар создал Валар и Майер, также известных как Айнур. Эру научил Айнур играть и петь. Так родилась музыка. Музыке Айнур можно посвятить отдельный ролик. Пожалуй, когда-нибудь я так и сделаю. Если говорить коротко, Мелькор решил нарушить стройный хор и внес в него диссонанс, но не смог полностью уничтожить музыку. Так были созданы вселенная Эа и мир, в котором находится Средиземье – Арда. Теория гласит, что Том Бомбадил – это физическое воплощение музыки Айнур. По словам автора, именно поэтому Том силой своего голоса спасает хоббитов от старого вяза и у мертвей, которые тоже были созданы музыкой Айнур, но осквернены диссонансом Мелькора. Будучи воплощением музыки, Том знает, что такое диссонанс и как его исправить. Кроме того, не стоит забывать, что сама речь Тома порой напоминает песню. Некоторые строки обладают строгим ритмом и рифмуются. Обладая властью над старым вязом и умертвиями, Бомбадил признает, что с призраками кольца он справиться не может. Впрочем, я не знаю точно, земли здесь чужие, всадники издалека, где черная страна, им я не хозяин. Автор этой теории с легкостью объясняет и это. Саурен принадлежит к Майор, то есть Кайнур, а значит он не был создан музыкой. Призраки кольца черпают силу от самого Саурена и его кольца. Диссонанс Мелькора внес разлад в музыку Айнур и породил мысли будущего темного властелина. Возможно, по этой причине Том, будучи воплощением музыки, конфликтует с порождениями диссонанса Мелькора, но он равен им по силе, а потому не может их победить. Скорее всего, вы спросите, раз Том может противостоять Тьме, почему он этим не пользуется? Почему не сражается с существами, оскверненными Мелькором? Все просто. Скорее всего, он не знает о своей силе, но точно знает, что конец диссонанса предначертом. Бомбадил, древнейший и первый, видел восхождение и падение Темного Властелина. Видел, как мир был создан заново, и как на смену одному Темному Властелину пришел другой, поменьше. Ставки в Войне Кольца высоки только для тех, кто живет недолго, или тех, кто в сравнении с Томом Бомбадилом считается молодым, то есть для людей и эльфов. Для Тома же Арда, возможно, приближается ко второй музыке Айнур, моменту, в котором Айнур эльфам и людям нужно будет объединиться и создать новый мир. В пользу теории говорит и тот факт, что Том Бомбадил очень стар. Он жил в Средиземье до того, как в юный мир страх внес Черный Властелин. Если Том и правда служит физическим воплощением музыки Айнур, он появился вместе с Ардой, а Темный Властелин не мог явиться в мир до того, как тот был создан. Как видите, все складывается. Да, теория немного запутанная, особенно если не знать подробностей о музыке Айнур. Я наткнулся на эту теорию недавно, и сама теория показалась мне любопытной. В отличие от предыдущих теорий, в ней нет огромных дыр, зато есть неплохое описание еще одного таинственного персонажа, Онголианд, матери Шелла. В Сильмарилионе говорится, Эльдор не знали, откуда она взялась, но иные говорили, что в незапамятные времена она спустилась в Арду из тьмы, что лежит вокруг Арды. Онголианд приняла облик огромной паучихи, но сама по себе она пауком не является. Теория предполагает, что она была создана диссонансом Мелькора. Подобно Тому, Онголианд не слишком спешит примкнуть к той или иной стороне. Она помогает Мелькору уничтожить два древа, но не для того, чтобы насолить Валар, а исключительно по собственной прихоти, и залчности, и злобы. После этого она обращается против Мелькора, и темному властелину приходится спасаться бегством. Том же помогает Хоббитам, хочется верить, потому что он добряк по натуре. Оба персонажа, Том и Онголианд, в сторону не выбирают. Если они и впрямь являются порождениями музыки и диссонанса, соответственно, в этом есть смысл. Тем не менее, я бы не стал считать мысль о музыке Айнур единственно верной. Есть у меня последняя, пятая теория, которую, как мне кажется, поддерживал сам Толкин. Теория пятая. Том Бомбадил, это Том Бомбадил. Если вы думаете, что у меня кончились идеи, спешу вас заверить, это не так. Я действительно думаю, что Том мог бы просто быть собой. Скорее всего, он появился в Средиземье в момент его создания, то есть с музыкой Айнур. Как мы знаем, сами Айнур ничего не создавали, они лишь пели, а Эру творил, опираясь на их музыку. Диссонанс Мелькоров, плетенный в музыку Айнур, породил немало зла, но и оно было призвано служить конечному замыслу Эру, второй музыки. Вполне возможно, что Эру и Луватар создал Тома Бомбадила таким, какой он есть. Том живет не для того, чтобы сражаться со злом, он просто правит старым лесом и делает свои дела, хотя мы точно и не знаем какие. А еще он поет, тоже вполне себе призвание. В конце концов, если бы Толкин хотел, чтобы мы узнали, кто такой Том Бомбадил, он бы обязательно нам рассказал. А так, он хотел создать тайну и создал ее, одну из величайших тайн Средиземья. Ну а теперь, давайте все как следует обсудим. Как думаете, кто такой Том Бомбадил? Пишите в комментариях. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, не забудьте оценить его, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok